Здравствуйте! Опять-таки перед нами график функции у равен х в квадрате. И нам нужно найти объем теперь же другого тела вращения, образованного в результате вращения графика функции у равен х в квадрате, но уже не вокруг оси х, а вокруг оси у. И в этот раз мы рассмотрим интервал от у равного 1 до у равного 4. Давайте посмотрим, как будет выглядеть это тело вращения. Мы берем часть графика на интервале от у равного 1 до у равного 4 и начинаем вращать его, но уже не вокруг оси х, как мы делали на прошлых двух уроках, а вокруг оси у. Мы вращаем часть кривой вокруг оси у. Тело какой формы мы в итоге получим? Попробую изобразить это тело. Вот так приблизительно оно выглядит. Это нижнее основание, а это верхнее. И нас интересует вот эта часть, заключенная в интервале от у равного 1 до у равного 4. Вот она. Давайте еще отдельно изобразим получившееся тело вращения под наклоном. Это верхнее основание тела вращения, а это нижнее. Форма напоминает чашку без ручки. Теперь проведем оси. Это ось у, а это ось х. Это основание. Это вот это основание. Нам уже известно, как выглядит тело вращения. Теперь давайте подумаем, как найти объем этого тела. Что если мы вместо того, чтобы разбить тело вращения на слои толщиной dx, разобьем его на слои толщиной dy. Давайте изобразим один из этих слоев. Итак, берем какое-то значение у из промежутка от 1 до 4. Рисуем окружность. Это будет верхнее основание слоя. Толщина этого слоя уже будет равна не dx, а dy. Вот это расстояние равно dy. Чему будет равен объем вот такого слоя относительно у? По сути, этот слой имеет форму цилиндра. Мы будем рассматривать определенный интеграл относительно у. Чему же будет равен объем этого слоя? Сначала, как и в прошлый раз, нам нужно вычислить площадь основания слоя. Основание представляет собой круг, а площадь круга мы знаем равна π умножить на r в квадрате. Значит, если мы сможем узнать, чему равен этот радиус, мы сможем найти и площадь основания слоя. Чему же равен радиус? Чтобы найти радиус, нам нужно выразить из этого равенства х. Другими словами, разрешить это уравнение относительно х. Итак, у равен х в квадрате. Мы можем извлечь корень квадратный из обеих частей равенства. В итоге мы получим корень из у равен х. И в этом случае это равенство имеет смысл только при неотрицательных значениях у. Но нас, в принципе, это особо и не волнует, так как мы рассматриваем положительную часть оси у. У нас же интервал от у равного 1 до у равного 4. Таким образом, этот график мы можем назвать еще и графиком функции х равен корню из у. Мы работаем только с правой частью графика. Этой части как будто не существует. И только что мы выяснили, что это также график функции от у. х равен корню из у. Теперь, зная это, можем ли мы сказать, чему равен радиус основания слоя? Радиус в этом случае равен f , то есть корень из у. Это значение функции х в точке у, а оно равно корню из у. Так площадь основания равна π умножить на r в квадрате. π умножить на радиус в квадрате. А чему равен радиус? Он равен корню из у. А это то же самое, что и π умножить… корень из у в квадрате равен у. Значит, π умножить на у. Теперь, чтобы найти объем слоя цилиндра, нам нужно площадь основания умножить на толщину слоя, высоту цилиндра, то есть умножить на dy. Таким образом, объем любого слоя, получившегося в результате разбиения тела вращения на части, равен π умножить на у умножить на dy. Это объем любого слоя. А чтобы найти объем всего тела вращения, нам нужно вычислить сумму объемов всех слоев на интервале от 1 до 4 по оси у. Другими словами, нам нужно вычислить определенный интеграл от 1 до 4. Определенный интеграл представляет собой особый вид суммы. Значит, нам нужно выяснить, чему равен интеграл этого выражения. А точнее, предел этого интеграла при dy, стремящемся к нулю. dy будет становиться все меньше и меньше. Соответственно, количество таких слоев будет все больше и больше. В конце концов, значение dy станет бесконечно малым, и в итоге мы получим бесконечное количество слоев. И найдя сумму объемов этого бесконечного количества слоев, мы найдем объем тела вращения. И не приблизительный, а точный. Таким образом, чтобы выяснить, чему равен объем данного тела вращения, мы должны вычислить предел этого определенного интеграла при dy, стремящемся к нулю. Давайте это сделаем. Итак, это будет… вынесем π за знак интеграла, так как это константа. π умножить на первообразную у, которая в свою очередь равна у в квадрате делить на 2. Нам нужно вычислить значение этой первообразной в точках 1 и 4. И это будет π умножить… подставляем 4 вместо у. Это будет 4 в квадрате делить на 2 минус… подставляем 1… 1 в квадрате делить на 2. А это то же самое, что и π умножить на 16 вторых, то есть 8, минус 1 вторая. А 16 вторых минус 1 вторая – это 15 вторых. Значит, это равно 15 вторых π, или 7 целых 1 вторая π. Вот и все. Мы смогли найти объем тела, образованного в результате вращения графика функции не только вокруг оси х, но и вокруг оси у. Надеюсь, вам понравилось. До скорых встреч!